всем привет меня зовут владимир мельников и я снимаю видео для своего канала на ю тубе в частности про слесарное дело сегодняшняя тема система резьбы ну что такое система резьбы в целом это скажем не только разновидности сверления и так далее это скажем так как можно правильно нарезать резьбу как ее правильно читать маркировки как в цен они нарезаются это по сути как дополнительная информация к тем видео которые я уже снимал ранее ссылки соответственно будут в описании под видео и в описании к видео ну перейдем к основной части данного видео в машиностроении применяют три системы резьбы это метрическую дерьмовые и трубную метрическая резьба имеет треугольный профиль с углом в 60 градусов диаметр и шаг резьбы выражается в метрической системе меры в миллиметрах в метрические резьбы делятся с крупными и мелкими шагом метрическая резьба со крупным шагом обозначают так м 64кл это в качестве примера где м это указывают то что резьба метрическая 64 диаметр резьбы кайл класс точности насколько помню и всего может быть 6 классов точности и чем меньше цифра то есть например от 1 до 6 например один то это считать самый точный 6 соответственно менее точные для резьбы с мелким шагом после указа диаметра ставят знак x это умножение умножить затем ставят цифру обозначающий шаг резьбы и указывают класс точности пример m4 x умножить на 3кл 2 то есть класс точности 2 дюймовая резьба имеет угол профиля 55 градусов наружный диаметр измеряют в дюймах а шаг приходится на один дюйм один дюйм обозначают так единица и сверху как две запятые сверху и равен 25 целом 4 10 миллиметров то есть 25,4 например дюймовая резьба диаметра обозначают так 1 и 1 2 с запятыми трубная резьба имеет измеряется в дюймах угол также 55 градусов и характерен числом ниток резьбы приходящийся на один дюйм у трубной резьбы условно применяют диаметр отверстия трубы на наружной поверхности которая нарезка нарезкой резьбы вершины резьбы винта и гайки сотру с трубной резьбы выполняется с плоскости или закруглен закругленным с срезами вот собственно как они выглядят на изображении первое изображение слева второе посередине и третье по справа вот собственно как они на чертежах показывают резьбы на самом деле резьб очень много но это уже более профессиональные встречается уже как в теории механиков и механизмов если уж говоря вот более подробно можно информацию найти минута а здесь приведены самые такие простейшие резьбы в данном случае это зубчики как вы видите и как они изображаются на чертежах шабрение что такое шабрение шабрение это окончание операции заключается в соскоблении очень тонкого слоя металла с поверхности заготовки с помощью режущего инструмента шабера шабрение подвергаются сопрягаемой поверхности перемещающий друг относительным другом с его помощью достигает плотные прилегания поверхности надежно удерживают поверхность и точные размеры детали режущий инструмент является шабер шаберы различают по конструкции из составление по форме режущих кромок трехгранный фас фасонный по числу режущих грани одной и двух сторон сторонних вот собственно три разновидности шаберова но на этом все все спасибо сегодняшняя тема скажем вот такая не очень интересная но тем не очень важны и где она очень применяется например вам нужно закрутить гайку в отверстие в автомобиле да а у вас например больше диаметр она у вас соответственно не влезет в в отверстие которую вам надо или наоборот меньшей она войдет но плотно держаться не будет поэтому это тему нужно хоть чуть-чуть дознать а лучше делать так откладывать вот вы разбираете автомобили собираете эти детали ложите в куда-нибудь в коробочку с подписанным нужным обозначением там допустим бот на 24 бот на 25 и так далее то есть я хочу сказать то что нужно иметь емкость куда можно и складывать чтобы вам было удобнее обратно же их и вставлять проще живите вставить одну и ту же деталь чем искать какую-то новую это долго и неудобно а так минутное дело ну из сегодняшней основе информации это все поэтому всем спасибо не забудьте подписываться на мой канал ставьте пальцы вверх пишите комментарии если есть у кого это какие-то вопросы поставьте пожалуйста колокольчик чтобы не пропустить мои новые видео также добавить ко мне различные соцсети я буду этому очень рад но на этом все всем спасибо и да ну